привет привет всем привет приветствую на нашем сегодняшнем субботнем эфире и ну отлично 14 человек есть я тогда начинаю и сегодня у нас последний эфир в нашем марафоне на котором мы будем с вами рисовать вечернее платье я буду рисовать маркерами у вас опять материалы могут быть любые какие вашей душе угодны и какое платье я буду рисовать я как-то смотрела не помню то ли оскар то ли не оскар мне очень понравилось там было на одной актрисе такое ярко-розовое платье и сверху было как будто бы такой вот черное макраме я его вспомнила и решила что хочу похожее нарисовать но также я добавила такой топ внутренней как бы водолазку из тонкой сеточки и как раз сейчас мы с вами научимся рисовать полупрозрачную водолазку вот такой узор макраме да сверху как будто она с висюльками у нас ну и сам тон платья тоже будем рисовать у меня будут розовые маркеры люблю я что-то этот цвет очень сильно также буду использовать черные линеры практически как и всегда я их использую может быть для бликов будем юзать пастель но не обязательно совершенно также у меня есть еще блестящие ручки посмотрю в процессе захочется не захочется ими рисовать и еще понадобится мне светло-серый оттенок потому что вверх и вот эта сеточка это как бы макраме будет такое черное и сеточку хочется мне сделать серенькой ну либо она будет черная но просто за счет того что она тоненькая мы ее отображаем серым оттенком и начнем с того что прорисуем нашу основу розовое платье на чтобы мне бы хотелось в платье обратить внимание как мы рисуем складки здесь я часто рисую сначала нижнюю линию как у меня ткань не спадает вниз то есть я знаю что тут у меня она уже тут она расширяется и рисуют эту волну внизу и прорисовываю складочку то есть не вот такой забор а показываю именно загиб этой складки что вот она у нас так смотрится более живенько и получается вот у нас одна складка тут она проходит вот там даже чуть-чуть стереть здесь получается внутри ткань заходит ну и по аналогии другие складки тоже а тут у нас она не сильно загибается поэтому тут просто у нас будет тень ну и приступим внутренняя часть с корсетом у нас будет розовое беру сначала светлый оттенок розового и начинаю закрас в один слой укладываю наш розовый цвет всем привет кто присоединился к марафону сейчас к эфиру точнее это наше последнее видео из марафона так что смотрим придумываем уже что хотим рисовать и у вас будет еще достаточно времени для того чтобы все это сделать напоминаю что у нас минимум три задания самое основное это конечно же рисунок фигуры и кожа потому что ну без этого мы уже с вами одежку не нарисуем без фигуры закрашиваю платье в один слой широкими носками чуть у меня ощущение что в карантин все мои маркеры решили вдруг даже новые что они хотят умереть больше не хотят со мной работать принципе этот рисует нормально но если вести какую-то длинную линию вот он начинает шалить обязательно сохранится эфир также все предыдущие эфиры вы можете посмотреть у фэшн вектор дизайн в профиле white gtv кому удобно можно посмотреть их на youtube на youtube они уже выложены там все есть так сделали первый слой и сейчас некоторые места тут затем ним этим же оттенком проработаем складочки чуть-чуть при наложении маркер у нас должен дать тень вот здесь я думаю хорошо видно и этим маркером мы проходимся там где нам нужна тенюшка мы делаем такую широкую пока широкий переход под грудью по бокам и вот в эту глубокую складку тоже прокрашиваю теперь берем следующий оттенок всем привет последний эфир у нас в нашем марафоне сегодня берем более темный оттенок и также углубляем складки цвет платья может быть любой фасон придумывайте воображайте дизайнерем по полной можно взять платье с какой-нибудь красной дорожки как вариант 5 прорисовываю тени розыгрыш будет 7 апреля до 7 апреля все присылаем работы ночи не присылаем а отмечаем нас на своих работах stories of постах так что до 7 апреля есть время и все будем рассматривать очень много работ вообще огромное количество на самом деле я так рада что марафон взымел такой какой-то может сказать не то чтобы успеха так много людей откликнулась и всем интересно это прям круто нашли чем заняться в карантин самое время заняться творчеством я прорисовываю тени всем видно я надеюсь глубокие тени вот здесь складку здесь сбоку тоже немного потому что ну бедра у нас так как бы такой цилиндрик получается и мы показываем тени тут оставляем маленький рефлекс такой бличок по бокам и по центру у нас тоже светло и также чуть-чуть можно пройтись везде в принципе так немного теперь если где-то хочется смягчить немного вот этот теневой эффект беру первый маркер светлый и по краю вот немножко здесь опять прохожусь вниз внизу тоже хочется пройтись по краю вот этой тени тоже здесь вот самое основное что мне хотелось загасить немножко так крутые маркеры ну вот виста артиста да они как бы и стоят там 100 с копейкой но в целом я ими тоже иногда рисую и не могу сказать что мне прям совсем ими плохо рисовать вполне нормально только колпачок не совпадает абсолютно с цветом и я вот так набрала несколько и взяла попробовать потом получила то что у меня там был какой-то белый стал он бежевый и все в таком же духе но вот это браш маркеры они по моему тренин 300 рублей стоят вот эти конкретно так прорисовали с вами первой тени теперь еще более темный беру оттенок и еще также их усиливаю в некоторых местах этот такой очень насыщенный тоже его добавляю и и можно прям чуть-чуть пройтись по складочкам в принципе если вы тоже рисуете акварелью то можно какой-то супер темный цвет добавить совсем чуть-чуть чтобы просто выделить складки и чуть-чуть вот здесь тоже добавляю такую как бы тень создаем эффект будто бы у нас ткань слегка атласная на атласе у нас правда есть сильные блики но и тени некоторые там тоже вот рисуются именно такие вот у отрывистые как бы они очень темно чем запрошу да понимаю бывает с ними поэтому вот все надо тестить в магазине прям пробовать то что это прикол был да я тоже начала рисовать и тут хопа доверилась не для начала я думаю они отлично иногда бывает просто мне хочется тоже потестить какой-нибудь еще цвет копики покупать не хочется и я их беру так провести проделали такие вот тоненькие тени и теперь еще делаем тени под нашим вот этим макраме нам нужно показать что они все-таки объемные не просто прилеплены к это плоская бумажка и и вот тени от кисточек прорисуем тени от вот этих всяких узелочков просто можно прям залезая на них вот так пока прорисовать потом мы их будем делать черным еще оттенком именно прорисовывать таким линером тоже чуть-чуть тенюшку прорисовываем если вы будете рисовать например белое сверху какой-то узор или у вас там какое-то светлое платье то серым цветом можно делать тени так и вот этот розовый оттенок я отдаю только на платье то есть уже там где у нас рукава там будет друг другая тень хочется еще взять немного светленького название маркер вот этот touch five маркер это подделка на тачи из китая того самым а вот это браш маркер в инсер ньютон нет еще чуть-чуть другой да и мы еще немножко смягчаю контрастную такую тенюху так могу случайно не увидеть какой-то вопрос если будет потому что у меня хоть телефоны прямо перед носом но час увлекусь и не замечу так прорисовали сию красоту и теперь приступим давайте к верхней части верхняя часть для начала мне нужен маркер цвета кожи и я рисую тут внутреннюю как бы часть представляем что у нас надето платье уже на девушку я тоже кстати обводила куколку поэтому если что чтобы не я бы могла нарисовать просто здесь мы кромешки черные но чтобы не мучиться и не вырезать все это я здесь вот нарисую также кожу эфир по коже тоже есть доступен по построению тоже доступен если вдруг кому-то интересно глубже поизучать фэшн скетчинг есть отдельный курс у меня да про него по-моему я еще не говорила есть отдельный курс где мы также изучаем построение но там немного другая схема построения там мы очень подробно но он достаточно объемный правда курс мы там подробно рассматриваем построение рук ног достаточно простые стилизованные но с этим можно потом смело садиться и рисовать совершенно вот хотелось как можно более понятно и просто объяснить эти вещи которые как бы трудно как говорят и дурак объяснит так кожу нарисовала теперь беру серый оттенок средний у меня вот есть троечка есть 05 спасибо вот я думаю троечка вполне подойдет для прорисовки сетки и сверху просто мы вот так вот чуть чуть неравномерно набрасываем серый оттенок показываем что он у нас покрывает как бы кожу некоторых местах я поэтому кожу оставляю потемнее можно сделать вот здесь вот где присборены рукава по горловине тоже чуть-чуть такого плана и теперь также прорисуем тени макраме сейчас посмотрим этим же цветом получится сделать потемнее но есть такая совсем легкая тень час вот она высохнет еще наверно совсем пропадет потому что слишком темнике здесь уже не хочется сейчас чуть-чуть подсохнет тогда и заново еще раз прорисую ой спасибо я на самом деле уверена что руки золотые у всех вот абсолютно потому что люди которые сейчас некоторые проходят марафон говорили что там давно не рисовали 20 лет или вообще не рисовали его цели и после первого эфира у них получилось построить фигуру блин так приятно очень круто так вот сделали тени такие так и следующим этапом берем с вами черный линер и начнем делать наши макрамушки у меня 0 0 5 один из линеров опять тоже у меня помирает до какого числа выложить задание до 7 апреля 7 апреля по идее мы должны выбирать уже победителей но посмотрим может быть если седьмого еще кто-то там будет не успевать там еще что нибудь сделаем вот седьмого восьмого до седьмого точно выложить работы и скорее всего тогда уже восьмого будем всех отбирать либо седьмого вечером посмотрим по объему то что реально людей оказалось прям много будем всех будем всех смотреть так прорисовываем макраме мне хочется чтобы тут были такие плотные узелочки и вот как будто бы ниточки между ними висели поэтому рисую узелок не тульки так полосочками прорисовываю вот чтобы был эффект таких ниточек я думаю что можно это сделать и просто каким-то черным маркером провести полоски призы у нас будет разгрыз как раз курс про который я говорила сейчас это курс который веду я базовый по фэшн иллюстрации почему я говорю что базовый потому что он весь построен на карандаше и там даю прям такие вот основы основ стилизованная фигура как рисовать лицо как рисовать фэшн ступни там на туфельки в обувке ручки все очень подробно но понятно и просто на мой взгляд вот по максимуму хотелось чтобы было все легко сейчас вы кстати тоже люди проходят все довольны я очень рада проверяю домашки утро и вечер что еще есть в этом курсе прорисовка отдельно волос там также есть в карандаше и почему я так уповаю на карандаш потому что чтобы потом рисовать маркерами нужно прям все проработать хорошенько в базе в карандашике и например мы даже когда строим фигуру я даю прорисовку теней она может быть прорисована как штриховкой так и я советую очень купить растушевку и этой растушевкой сделать такие вот мягкие тени вместо растушевки кто знает это такая палочка бумажная у меня сейчас нет ее под рукой продается она тоже леонардо во всех магазинах можно использовать ватную палочку то есть кстати говоря вот в плане того что сейчас будет еще курс по белью уже вышел старт у него тоже 7 числа вот там понадобятся маркеры и мы даже делали недавно разбор тех инструментов которые нужны будут на курсе их достаточно много а как раз для курса по фигуре базовым вам ничего не нужно кроме карандаша листика ручки ой ручки чё говорю карандаша листика ластика и себя так рисую тут узелки кисточки так и сюда еще вот такое макраме у нас получается какое платье еще можно нарисовать чтобы было что-то прозрачно на самом деле не обязательно попробуйте просто нарисовать какое-то вечернее платье может быть у вас есть фотография которую вы прям давно хотели изобразить здесь я решила показать и прозрачность и какую-то сверху сетку чтобы было понятно как это делать и в одном платье уместить как можно больше всяких интересных штук потому что например вот кожу сначала прорисовала потом добавила серенького вы можете добавить там не знаю полупрозрачный розовый голубой простор получается достаточно большой для фантазии вы можете нарисовать там не только макраме но попробовать какое-то кружево так теперь мне нужно еще чуть чуть более серый цвет сделать тенюшки дополнительные тени вот сюда потому что получается у нас серый тут достаточно плоский а у нас же тут есть и складки какие-то и по краю прозрачная ткань должна быть чуть темнее складочку тоже вот добавляю здесь можно тоже пройтись по горловине тоже можете вообще взять золотую какое платье что нужно чтобы было что-то прозрачное а все это на это я уже ответил что у меня уже надеюсь все понятно рассказываю еще тени прорисовываю под макраме я вот чувствую что мне не хватает здесь их хочется усилить вот так уже да хорошо и еще немного добавлю опять светлого серого которым я рисовала в начале спасибо попробуйте с нами тоже порисовать по эфиру я думаю что у всех получится еще немножко добавляю тенюшки хочется чтобы посильнее было все таки оттенок серый может вам слышно как у меня там пес вздыхает я с ним заперлась мой пропуск на свободу в карантине вот так уже лучше теперь берем опять черный линер и будем делать обводку на наши вот эти рукавчики нарисовали девушку джинсы о это замечательно у нас кстати говоря минимум три работы рисуют для участия мне почему-то кажется что всем было интересно еще и пальто нарисовать так легкую обводку делаю по платьишку добавляя тоже здесь вот такие складочки прорисовываю линером мелкую сборку укатите научитесь приходите либо на курс ко мне либо у нас сейчас очень много вообще бесплатной информации вот в этом марафоне например мы тут рисовали и клетку и джинсу учились рисовать так что все есть еще я сделала youtube канал на котором буду выкладывать уроки показываю показываю складочки везде можно сетку можно сетку кстати акцентировать еще тонким черным карандашом в некоторых местах прям вот такую легкую штриховку сделать и сейчас доведем контур по всему платью здесь здесь я бы взяла линер чуть пожирнее уже но у меня он в ауте поэтому я беру тонкий и складки еще прорисуем тут рисуйте рисуйте и пальто и платье какой-то и свой тоже дизайн круто было бы посмотреть всегда интересно что люди придумывают так у всех по-разному все получается акцентирую тоже складочки можно чуть-чуть черного тонкого карандаша нет есть только жирный попробую сейчас с вами эксперимент серым оттенком сделаем сеточку вот серым кстати очень хорошо даже она такая не явная получается прям самое то чуть-чуть добавляем везде сетку о боже мой у меня там песель скулит сейчас я уже заканчиваю друг вот такое платье сегодня в пост тогда выложу примерю на девчонку нашу я да я фэшн иллюстратор еще я дизайнер одежды и сейчас я еще начинающий татуировщик очень много всего собрала вот ну что надеюсь что вам было интересно сегодня я дизайнер одежды и иллюстратор и монтажер и вообще кто только я не есть всем приятного сегодня рисунка я вас поздравляю с нашим последним занятием в марафоне надеюсь что всем было приятно участвовать называется youtube канал можно меня найти как софия пудовкина на английском и еще у меня на него есть ссылка в шапке профиля на мой youtube канал на курсы на очень крутые скетчбуки которые вот мы делали с катей для технических эскизов и для художественных так что переходите обязательно по ссылке в моем профиле в шапке и жду от вас от всех замечательные шикарнейшие вечерние платья все всех люблю обнимаю всем здоровья и пока пока пока